Расписанные яйца, куличи, пряничные домики и многое другое. В Наринмаре на площади Марате и во Дворце культуры Арктика в день Светлой Пасхи прошла традиционная специализированная ярмарка. Огромный выбор пасхальной продукции, различные мастер-классы, а также задорные песни творческих коллективов – все это создавало гостям праздничное настроение. Вот так под звуки хора русской песни «Телевисточная кружева» образцового ансамбля «Лошкарей Ладушки» и молодежного танцевального ансамбля «Сполохи» из Тельвицки все православные Ненецкого округа, как и в старорусские времена, отмечают главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христова. А на Пасху мы поем русскую народную песню. Для детей организаторы подготовили большое разнообразие мастер-классов, а также традиционных для празднования Воскресения Христова игр. Одним из широко распространенных и любимых пасхальных развлечений является катание крашенок или вареных крашеных яиц. На меткость игра, на быстроту, на реакцию детей, потому что они должны точно попасть яйцом туда, катить сборки и попасть в цель. Очень популярны и так называемые яичные бои или чоканье яйцами, как говорят в народе. Это очень простая и забавная игра. Кто-то держит яйцо носиком вверх, а соперник бьет его носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот продолжает чокаться с другим человеком. Вот когда я стукался яйцами, я всегда проигрывала, а она взяла на яйцо и выигрывала. Ничего себе, а кого ты выиграл? Всех. Всех одним яйцом победила? Семилетний Арсений не только отлично играет в пасхальные игры, но и безупречно знает историю светлого праздника. Сын Бога умер, и он в воскресенье возродился, именно в день Пасхи. Для верующих Пасха – это не только игры, но и окончание Великого Поста, а значит и праздничный стол. А вместе с ним и радость от общения с родными и друзьями. Печем куличи, красим яйца, собираемся дома, за столом, отмечаем. Прежде всего, наверное, сбор всей семьи вместе, но поскольку у меня большинство семьи в Архангельске, то маленьким кругом своим это здесь есть. С приходом Пасхи православные связывали и окончательную победу весны над зимой и пробуждение природы. И хоть наринмарцам ощутить долгожданный приход весны не пришлось, атмосфера на ярмарке царила поистине весенняя.